МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. В сегодняшней программе мы открываем новую рубрику, посвященную известным рязанским спортсменам, тренерам и любителям здорового образа жизни. Наш первый герой – это тренер по бразильскому джиу-джитсу Игорь Леонидович Калина. Сейчас Игорь Леонидович Калина рязанским спортсменам известен прежде всего как тренер по бразильскому джиу-джитсу. Однако свою спортивную карьеру он начинал с каратэ. Тогда, в конце 70-х годов, восточные боевые искусства находились на пике популярности. Так случилось. После школы я в военноучащий поступил, в армейский спорт, а там очень хорошее училище колонийское было военное. Попал к тренеру, ну, фанатик, был фанат джиу-джитсу. Очень хороший специалист, он в прошлом спортсмен очень хороший, но он сейчас оставил этот мир царство небесное. И я занялся джиу-джитсу. Ну, казалось бы, 17 лет, ну, как бы уже кондиции были. И вот он мне проявил, как бы, ну, я действительно вот такую новую субзиду. Вот. Выступал я в армейском спорте. Тоже достаточно так я выступал, но потом на тренировке случилась мне там неприятность такая тяжелая, получил травму. Фактически же в стойке я бороться какое-то время не мог, в принципе. Ну, и как бы со спортом. Вот. Хотя армейский спорт, ну, для меня всегда вот оставался главным. Ну, и как бы у меня вообще семейный. У меня все в семье болеют за ЦСКА, за армейские команды. И армейский спорт для меня, конечно, вот это отдельная такая тема. Вот. Ну, а потом, как бы, некое время прошло. И вот в армии, сколько я служил, я даже на войне, и то не переставал там заниматься. Ну, это как бы тоже на пользу бы пошло. Вот. А затем уже вот уволившись из рядов. Я серьезно занялся. Вот. Не отпустило меня. Мне вот показалось, что это мое. Вот. Различными видами и наборствами я занимался. Игорь Леонидович по-прежнему считает дзюдо идеальным боевым искусством. Однако после увольнения из армии в 90-е годы он пришел в традиционное джиу-джитсу. А заниматься именно БЖЖ его привела фактически семейная история. А моя дочь поехала, она у меня занимается. Поехала в свое время, 14 лет, я была на чемпионат мира в Венгрии по грепплингу филла. Вот. Очень была хорошо подготовлена. И она у меня до этого чемпионка Европы была, пришла в традиционном. Я как бы особо за нее не переживал. И вот там два дня, первый день без кимоно. Там она выигрывается спокойно, все их там катает. На второй день попадает девочка, американка. И она ее там раскатывает мою в одну калитку. И потом, когда она приезжает, там вся в соплях, в слезах, она амбициозная. Я говорю, доченька, а как же это случилось? Он говорит, а я даже не понимаю, что она со мной там делает. И я вот у руководителя спросил, а это что было-то? Это был бразильский джиу-джицу, там у нее грейси какой-то. И у меня так немножко в голове это щелкнуло, потому что я понимаю, что это не просто так, да не психологический момент. И вот тогда я... У нас есть такой очень хороший специалист, первый черный пояс в России Леонид Готовский. Вот мы к нему приехали, у него не было времени с ним там позаниматься. Он такой человек взметлен, вот да вот у него был его ассистент. И вот спасибо Леониду, конечно, что так свел у нас. Бразильское джиу-джицу – это прежде всего борьба в портере. Хотя и броски в БЖЖ вполне допустимы. А изюминкой этого единоборства является обилие болевых и удушающих приемов. Именно этим и привлекает бразильское джиу-джицу широкие массы спортсменов. Стойка как бы несложна. У меня уже возраст, я уже не мальчик, а повозиться еще как бы хочется. И конечно, ну и не только, очень много возрастных людей с травмами, с проблемами, а БЖЖ устраивает. Ну и там все есть, каждый для себя находит. Я вообще вот сторонник, я как бы не спортсмен в чистом виде. Вот спорт для меня – это такая некая часть. Меня интересует БЖЖ как искусство, как таковое. А спорт, ну это составная часть. У меня вот есть дети, да и взрослые. Они на соревнованиях-то почти не уступают. Но они ходят, тренируются, их это устраивает. Это такая как бы дорога. Идут по ней люди. Кто хочет побыстрее, он в гору полезет, там туда падает, в пропасти карабается. А кто-то, он долго, но идет спокойно. Это очень важно. Стать тренером Игорь Калина совсем не планировал. Но говорит, что будучи еще только учеником, любил объяснять технику приемов менее опытным борцам. И его подсказки товарищам очень помогали. Наверное, есть наследство, у меня мама педагога, причем очень хорошая. Она там всю жизнь в школе отдала, и до сих пор к ней там ученики и домой приходят, и встречают. Может быть, вот что-то вот. Ну, может быть, некий мой армейский. Я как бы воспитывал, там, командовал людьми-то и достаточно долго, и большим количеством. Вот. Меня вот больше удивляет, почему я к детям. С взрослыми проще. С детьми, конечно, там своя история. Произошло это как бы случайно. Я вот занимался сам. А вот мой наставник, Тайрович Наримов, он, видно, наблюдал за мной достаточно долго. А у него, он никогда не делил детей, у него группа была одна, и дети, и вот постоянные сборы. Ну, очевидно, он обратил внимание, что я как бы с детьми могу заниматься. Он мне сам предложил. Вот. Я к этому отнесся. А у меня тренировались мои дети. Дочь, сын, там, ну, сын, он потом там со здоровьем проблем перестал. Вот. И мне это было, ну, я не думал, что я буду там детей. Ну, вот я решил попробовать. Сейчас Игорь Калина проводит тренировки по бразильскому джиу-джитсу как со взрослыми, так и в детских группах. Вот я когда набирал первых своих детей, у нас были правила, сейчас по ним практически никто не выступает, и регу-ми-гон, это детская, дети дерутся, такая детская как бы версия ММА. Причем специфика вот школы, когда Константин Рио заключалась в том, что они дрались без защиты, в полный контакт, там, с максимальным ударом руками-ногами в голову, защиты нет, жесткие первые слэмы, эти удары о землю разрешены. И я с опасением чужих детей, у меня возникали некие опасения. Я когда это видел, там такая история-то, и я пошел по просунку, я взял своего сына, не очень в то время готовый, его туда отправил. Ему там мы с удовольствием набили лицо, но и он там, правда, он тоже там неплохо-то отбивался. Через какое-то время я также послал дочь свою, женская версия тоже была, и только потом, увидев, что там не так страшен, черт как молитв, я стал отправлять чужих детей. Что до себя, то выступать на турнирах Игорь Калина пока не планирует. Впрочем, говорит, что сейчас для него важнее воспитание молодого поколения борцов-джиу-джитсеров. Я вообще считаю, я вот радуюсь за тренеров, и всегда вот им даже по-доброму завидую. Вот человек сам выступает, и у него выступают ученики, там, неплохо, скажем так. Ну, немного может быть таких, но они, конечно, помоложе, там, да. Ну, только вот у нас есть господин Емельянов, да, он постарше меня, он до сих пор выступает, там, я уж мне страшно, то у меня там рука бедного оторвется, там, я думаю, господи, ну, вот человек такой, это, ну, это памятник ему поставить. Вот я проигрывать-то не люблю, и я представляю, как я бы занимался, но меня иногда, я просматриваю, значит, ну, в Шмир-то это там замахнуться, но вот Европу я смотрю года три, и в моем весе, конечно, нет никого близко. Я очень легкий и уже, и достаточно старый. Вот. Идти в абсолютную категорию, ну, у меня там 62, встретиться там с 8 с чем-то, причем там уровень-то у людей, ну, как-то так, так только посмеяться, я проигрываю, я не собираюсь. Я вот живу просто, я ем, сплю, тренируюсь, но сейчас такая вредная привычка сейчас становится, я люблю книги почитать, больше мне ничего не интересует, я этим живу, вот. Зал, видите, отличный, что еще нужно? Ну, случится зал, не знаю, выражаю себя татами постеливать, будем там, там, люди уйдут, ну, останется 20 человек, и будем там выражать с двумя. Ну, это жизнь. Сборная рязанской полиции заняла второе место на чемпионате ведомства под дзюдом. Соревнования прошли во Владикавказье 13 апреля. Первыми стали хозяева турнира бронзокомандного зачета у владимирских полицейских. Надо сказать, что дзюдо в Рязанской области является базовым видом спорта, а рязанские дзюдоисты подтверждают свой высокий класс, входят в состав сборной команды страны. А своими успехами сборная по большей части обязана итальянскому специалисту Эдсо Гамбе, который, кстати, недавно посетил наш город. Встречали главного тренера сборной России по дзюдо на самом высоком уровне. Визит начался с официальной встречи Эдсо Гамбы с представителями региональной власти, именитыми спортсменами и тренерами. Эдсо Гамба поблагодарил правительство Рязанской области за внимание к дзюдо, и в своем выступлении сказал, что в Рязани тренируются сейчас сильнейшие в мире спортсмены. Это бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов и серебряный призер чемпионата мира Михаил Пуляев. У них есть все шансы завоевать медали и на следующей летней Олимпиаде, отметил главный тренер сборной страны. И также Эдсо Гамба пожелал и дальше развивать материально-техническую базу для занятий дзюдо юным и начинающим спортсменом. Кстати, по планам через пару лет в Рязани должен появиться центр единоборств, и дзюдо там будет представлено наряду с другими контактными видами спорта. Он очень часто ездит, чтобы получать какие-то новые эмоции. Это что-то для него должно быть. То есть он сказал, что да, у вас прекрасная школа, у вас прекрасные руководители, у вас прекрасные тренеры, у вас прекрасные спортсмены, работайте дальше. То есть для нас этого достаточно. Зачастую важно понимать, что ты делаешь все правильно и продолжать просто в том же направлении. Так сложилось, что с приходом его в сборную у меня начался мировой результат. Я выиграл чемпионат мира и Европу, олимпийские игры, бронзовую медаль завоевал. В общем, все под его руководством. И, не знаю, другого старшего тренера я не представляю. Можно сказать, что Эцио Гамбо всю свою жизнь посвятил дзюдо. Гамбо в качестве спортсмена участвовал в четырех подряд олимпиадах с 1976 по 1988 годы. На играх 1980 года в Москве он победил в категории до 71 килограмма, одолев в финале британца Нила Адамса. На играх 1984 года в той же категории Гамбо в финале проиграл корейцу Ан Бен Гыну. Эцио Гамбо также занял второе место на чемпионате мира 1979 года, выиграл чемпионат Европы 1982 года и занял второе место на чемпионате Европы 1979 года. На тренерском поприще он проявил себя также весьма достойно. Тренировал национальную сборную Италии под дзюдо, а 12 ноября 2008 года был назначен главным тренером мужской сборной России. Именно с приходом Эцио Гамбо наша команда преобразилась. Он сумел в кратчайший срок поменять полностью состав сборной, изменил тренировочные подходы и создал, по мнению всех членов российской сборной, прекрасную творческую рабочую атмосферу. Все это в комплексе дало отменный результат. В турнире под дзюдо на 30-х летних Олимпийских играх были разыграны 14 комплектов наград. По 7 у мужчин и у женщин. И соревнования ознаменовались историческим прорывом российских атлетов. До этого за всю историю ни одному из наших дзюдоистов не удавалось стать олимпийским чемпионом. Однако в Лондоне в 2012 году россияне завоевали сразу 5 медалей, возглавив медальный зачет в данном виде спорта. Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев завоевали золотые награды, Александр Михайлин серебро, а рязанец Иван Нифонтов взял бронзу. Такого в истории еще никому, даже японцам, не удавалось сделать. На самом деле Эцио Гамбо для России стал намного больше, я говорю, у нас зачастую не знают более статусных менеджеров, да, или более статусных президентов федерации, чем Эцио Гамбо. Эцио Гамбо получил свою популярность после Олимпиады, завоевав три золотые медали, да, что не было никогда в жизни, да. То есть это был огромный успех. Поэтому, конечно, я думаю, что это даст толчок к развитию, это даст толчок к тому, чтобы дети тренировались, да. Это говорит о том, что мы достойные внимания, значит, мы очень сильные. Он внес разнообразие в тренировочный процесс, потому что, когда я первый раз встретился, я даже не знал, что, в принципе, можно так работать. Он для большого количества спортсменов, он может найти работу, чтобы все работали. И вот он своей работоспособностью, он заряжает людей. Просто, знаете, как аккумулятор к нему. Вот подошел к нему и зарядился, и дальше тренируешься и тренируешься. В ходе своего визита в Рязань главный тренер сборной России подзюдо Эцио Гамбо провел мастер-класс с молодыми воспитанниками спортшколы «Комета». Помогали ему заниматься с ребятами титулованные спортсмены Иван Нифонтов и Михаил Пуляев. Мне очень понравилось встретиться с Иваном Нифонтов и Михаил Пуляев. Они очень интересные и натренированные. А Эцио Гамбо тебе как? Тоже, так же. Кстати, за выдающееся достижение, не в пример другому итальянскому тренеру Фабио Капелло, Эцио Гамбо получил российский орден дружбы. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова